Вместе с тем на остальной территории республики поводок проходит благоприятно, правда в верховьях Лены наблюдается маловодье, также тяжелая обстановка складывается на реке Вилюй. Приток воды в Вилюйское водохранилище прогнозируется ниже средних многолетних показателей почти на 500 кубометров в секунду. Подробнее в материале нашего корреспондента Юрия Осипова. Как сообщалось ранее, из зоны подтопления в поселке Березовка эвакуировано 184 человека, 66 из них в пункт временного размещения на базе школы, в том числе 37 детей. Остальные жители размещены у родственников. В качестве гуманитарной помощи в поселок доставлено более 2000 тонн имущества и продовольствия. Это хлебобулочные изделия, дезинфицирующие средства, а также фрукты и овощи. В целом обстановка на территории Среднеколымского района и поселка Березовка стабильная, управляемая. Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на территории Среднеколымского района сосредоточена группировка более 200 человек, а также 150 единиц техники. Колымская группа улусов остается на особым контроле. Уровень воды там все еще не стабилизировался. Специалисты ждут схода снега на всей территории. Снегозапасы там довольно большие. Ну и конечно будем уделять особое внимание Таяно-Индегирской группе. И тоже до момента полного схода снега на территории этих районов. На остальной территории республики паводок проходит благоприятно. Уровни воды не поднимаются выше средних отметок. В период навигации планируется завести в населенные пункты арктических и северных улусов 1,4 млн тонн. Фактически весь объем которого это жизнеобеспечивающий груз. В частности это непосредственное взаимодействие с городом Уськут, где у нас более 800 тысяч тонн планируются отгрузки для республики. Ну и конечно 550 тысяч тонн это груза, которые у нас будут в дальнейшем доставляться до районных центров и населенных пунктов. В свою очередь непростая гидрологическая обстановка складывается на реке Вилюй. На сегодняшний день по общему прогнозу приток воды в Вилюйском водохранилище составит около 2500 кубометров в секунду, что несколько ниже среднемноголетнего значения, которое составляет почти 3000 кубометров. Складывающаяся ситуация может негативно сказаться на перевозке грузов. В течение июня планируется перевезти по Вилюю более 130 тысяч тонн груза. Это на 20 тысяч больше, чем в прошлом году. Это все зависит от организованности наших перевозчиков. Если все будет нормально организовано, они в течение июня должны, ну в начале июля уже пойдет в Вилюю снижение уровня воды. Чуть, чем гарантированная глубина. Пока идет очень низкий у нас маловодный период в Верховьях реки Лена. Если мы сейчас вот не успеем, уже как в прошлом году, у нас вот где-то в середине июля уже будет уже мелководие на Верховьях Лена. Из-за неблагоприятной ситуации на Верховьях реки Лена сегодня стоит задача в период май-июнь перевезти как можно больше грузов. Как сообщило Министерство транспорта, как и в прошлом году, уже в третьей декаде июня может быть введено ограничение по судам. Юрий Осипов, Владимир Павлов, Владимир Таюрский, НВК Саха, Якутск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова